Привет всем! Воскресенье, 3 сентября, в нашей мамулечке. Сегодня день рождения, в моей мамулечке. Могулиной бабулечке позвонили, поздравили, час поговорили по видео. Нормально так, слава богу, было и видно, и слышно. У нас сегодня лучше, чем вчера. Вчера было 36. Максимальная температура 36 градусов, сегодня 30. Легче, полегче, конечно, чем вчера, но как бы жарко. Сходили в магазин, сейчас зайдем домой, оставим продукты, пойдем немножечко пожаримся на солнце, на площадке в школе. Покушаем и пойдем на площадку, на большую. Завтра у Сережи тоже выходной, тоже. Ну, сегодня у него были выходные от стройки, завтра у него тоже выходные от стройки. Не знаю, на завтра передают дождь. Наверное, никуда мы не поедем далеко, но посмотрим. Дорог переходили, там он ремонт дороги, и не очень удобно переходить, но так приходится обходить очень много, особенно когда-то с сумкой, как я. Яблок взяла два килограмма. Давно не покупали яблок, взяла яблок, взяла мандаринов килограмм, скоро школа, она дошла Полинке давать с собой. Такой, на перекус. Дружки подкупилась. В общем, не знаю, как быть. В общем, не знаю. Передают, завтра дождь. Вот будет он, не будет. Была бы она своя машина, то как бы все проще. Сел там, когда-то надо, поехал. Надо тебе вернуться, сел, вернулся. Как бы... Поля, в принципе, не такая взрослая, чтобы вот кататься там. Я же говорю, как в прошлый раз ей было плохо. Ну, в принципе, мы нормально съездили, но своя машина — это своя машина. Я не знаю, я же говорю, может быть, завтра съездим в музей прав человека. Посмотрим по настроению, по состоянию, по погоде. И, не знаю, Серёжа мне звонил с работы, сказал, что руководитель предлагал ему машину. Не знаю, в общем, что там, как он там решит. В принципе, и отдохнуть немного хочется, потому что уже скоро начинается школа. Нужна. И он не был бы со мной. Он же ходит в субботу, в воскресенье, тоже ходит на работу. Может, он хочет просто побыть дома, отдохнуть или куда-то вдвоем съездить, или не знаю. Мне хочется куда-то сходить, где-нибудь посидеть в каком-нибудь заведении. Я уже согласна на тот бухлет, который мы ходили. Просто чтобы сходить, побыть вдвоем. Вдвоем? Втроем. Ну, вдвоем имею в виду, что без чужих, посторонних стоять. Взрослых. Вот. Суши покушать. Хотя мы считали, может быть, дешевле домой заказать. Мне хочется выйти все-таки иди дома, а выйти и куда-нибудь сходить погулять. Не так, чтобы не сильно дорого. И там, куда ты знаешь, в принципе, можно сходить. Потому что другие места я не знаю, куда идти. Лонг векенд, длинный выходной. Может быть, иди там тоже куча людей. Не знаю. В общем, будем думать, что мы будем делать. Я думаю, что на сегодня все. Нечего вам рассказывать. Нечего рассказывать, нечего снимать. Я уже в предвкушении школы. Жду. Вся площадка в школу. Уже дети устали от таких выходных. В наших рядах потери. Купили багет. Ну, был багет. Хорошо, что несла его поперек. И он поломался на две части. Потом она его перевернула. И одна половина выпала на асфальт. Нормально. Ну, спасибо, хоть вторая осталась. Будет Серёжа с чем поесть супа в обед. Спасибо, хоть вторую половину. Она если не вывалит. Потому что, в принципе, домой не дошли. Может, вторую вываляет. В общем, всё отлично. Всё звучит. А у нас, как бы, рядом 7-11. Но там такой хлеб не учит. В упаковке. В такой, как привозной. Мне ей нравится. А вот здесь. Его как... Ну, он тоже привозной. Его как кто-то печёт. Он такой неплохой багет этот. Ну, и в коупе. Батон. Который они там сами пекут. Текарный у них. Это аж в коупе. Но мы пойдём на площадку. И зайдём купить батон. Это ж будет потом. Пусть с обедой надо чем-то покушать. В общем, минус пол батона. Всё. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...